Сегодня ночью на стольный град Екатерины обрушился мощный снегопад, самый мощный в этом году. Крайний раз снегопадль подобной силы наблюдалась у нас в горах в середине прошлого ноября, и это обстоятельство позволило синоптикам обозвать эту завершающуюся зиму самой малоснежной в текущем тысячелетии. Не сказать, что метеорологи сегодняшний снегопад-снегопад совсем уж прошляпили, ну в смысле не предсказали. Нет, обильными осадками они начали пугать дней 10 назад, и каждый день гнули свою линию, дескать, вот уже скоро-скоро, и не совсем понятно было, когда же, когда же конкретно. В общем, сегодня снег выпал на голову, как снег на голову, а как обычно. Мы хоть и уральцы, и к непогоде привычны, но кончающаяся фактически бесснежная зима нас как-то потихонечку расслабила, успокоила, и сегодня с утреца мы получили то, что получили. Девятибайльные тромбы на дорогах, массовые опоздания на работу, конечно же, многочисленные мелкие жестяночные безжертвенные ДТП, ну в общем, все как обычно, после внезапного мощного снегопада. Не, ну как-то же после. Когда наступит это после, пока достоверно неизвестно. Снег валил сегодня весь день, и по прикидкам синоптиков белых стыдливых ночей, мощная снегопадаль продлится еще завтра, потом снег продолжит падать, но уже не такими истеричными темпами. Специфика нынешнего сезона снегов в том, что обычно при зимних осадках Цельсий теплеет, а в этот раз почему-то наоборот. По области на ближайшие сутки прогнозируется дубак до минус 25, с ветром это по ощущениям вообще за 30. Потом слегонца потеплеет, минус 15, минус 20, но снег продолжится. Не, ну а как по-другому? Осадка за зиму должно выпасть определенное количество. Ну такое среднестатистическое плюс-минус. Если всю зиму осадков не было, значит когда-то они должны нагрянуть. Все логично. Но если посмотреть на сегодняшний снегопад по большому счету, то в целом он весьма заурядный и очень умеренный. В том смысле, что бывало и хуже, и даже значительно хуже. Но мы расслабились, и нас снегом завалило как Рим или как Майами. Заохали, запричитали. Горцы бодрее вид, это Урал. Если же от общих рассуждений перейти к конкретике, то, а шо, по большому счету особой конкретики-то и нету. Стоял транспорт повсеместно. Мелкие аварии были, но они настолько незначительны, что даже не заслуживают персонального упоминания по телеку. Ну разве что под Первоурайском стукнулись 4 машины. Да и то сказано об этом, потому что 4. В Екатеринбурге на расчистку дорог мэрия бросила 218 уборочных машин и 638 рабочих. Отреагировал на снегопад и губернатор Евгений Куйвышев, который в Инстаграме написал так, цитирую. Попросил администрацию Екатеринбурга усилить работу по уборке снега, задействовать максимальное количество техники и ресурсов. К вечеру нужно справиться с этой проблемой. Буду внимательно следить за ситуацией. После рабочего дня проеду по городу и посмотрю, как идет уборка. Конец цитаты. Ну а гаишники обратились к автопилотам с сезонной рекомендацией. На сегодняшний день увеличилось количество дорожно-транспортных происшествий с материальным ущербом. Поэтому госавтоинспекция обращается ко всем автовладельцам без надобности не выезжать на автодороги, соблюдать скоростной режим при движении по трассам, включать ближний свет фар. Опять же, соблюдать скоростной режим, не выезжать на обгон на полосу встречного движения, если за впереди движущимся автомобилем создается шлейф и снега, и ограничена видимость. При движении в населенном пункте быть очень внимательным, соблюдать правила дорожного движения, уступать дорогу пешеходам, и не проезжать перекрестки на красный сигнал.